Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Немцов Александр Викентьевич, руководитель отделения информатики и системных исследований Московского научно-исследовательского института психиатрии Минздрава. Окончил Московский медицинский институт в 1957, ординатуру по психиатрии в 1959. Проработав два года врачом психиатрической больницы, перешел в Институт психиатрии Академии медицинских наук, где в 1982 году начал заниматься психофизиологическим исследованием алкогольного влечения. А в 1985 году в связи с началом антиалкогольной кампании в России переключился на исследование эпидемиологии потребления алкоголя и последствий. Александр Немцов разработал метод оценки реального потребления алкоголя в России, а также метод оценки прямой и непрямой алкогольной смертности. Кроме того, он разрабатывает такие темы, как климатические факторы алкогольных психозов и течение алкоголизма, наукометрия публикаций по психиатрии. Александр Викенчич Немцов сегодня в студии «Медицины в контексте». Программа, которая посвящена разным аспектам эволюционного становления и жизни человека нашего вида, homo sapiens. Но современность привносит в эту жизнь факторы, которые эволюционных корней на первый взгляд не имеют. Но здесь я не могу удержаться того, чтобы привести результат одного исследования. Они были опубликованы три года назад. Исследование было проведено во Флориде, в колледже Санта-Фе. И касалось оно интересной очень генетической особенности приматов. Приматов, к которым относится также и наш вид homo sapiens. Вот эти авторы изучили семейство генов алкогольной гидрогеназы. Это именно семейство, не один ген. 28 различных млекопитающих. Из них 17 приматов. Они построили генеалогическое древо этого семейства, вот генов этих. И обнаружили, что 10 миллионов лет назад возникла одна единственная генетическая мутация, которая сообщила предкам человека повышенную способность к расщеплению этанола. Но 10 миллионов лет назад, вот так совпало, предки приматов, они, приматы, они перешли к наземному образу жизни, они спустились с деревьев. И вот эти вот авторы, так вот размышляя, предполагают, допускают, что, возможно, эта мутация генетическая, повышенная способность к расщеплению этанола, она имела эволюционное преимущество, потому что они спустились с деревьев. И в те времена, когда вдруг случались периоды дефицита пищи, те плоды, которые валялись на земле и начали бродить, то есть они содержали этанол, они годились им в пищу. И вот те, у кого была такая мутация, они не умирали с голоду. Вот такая вот идея есть. Ну, мы рассматривали в этой студии, у нас была программа, посвященная генам, которые ответственны за расщепление алкоголя в организме, а сегодня нам предстоит другой разговор. Речь пойдет о потреблении алкоголя, и мы на уровень популяции уже переходим. Дальше вам слово, Александр Викенч, пожалуйста. Спасибо. Но, должен сказать, что эта тема, когда она обрабатывается телевидением, начинается с того, что показывают какие-то киноряды ужасающего пьянства, дебошей, длинных очередей за алкоголем в магазины, и это обычно сопровождается какими-то ужасающими текстами. Вот мы сегодня попробуем к этой теме зайти с другой стороны, со стороны науки. Дело в том, что в 70-х годах сложилось новое представление об целом ряде алкогольных проблем, появились несколько законов, которые определяют жизнь человека в алкогольной среде, и таким образом сформировалась наука, которая получила официальное возовское название – алкология. И наука молодая, она начала складываться всего лишь во второй половине прошлого века. То есть, ей еще и столетия нет. И первый закон касался распределения людей, которые потребляют алкоголь. До этого было так, представление и государственной политики, и общественного мнения было таким образом сформировано, что все потребители разделяются на две четко разделенные группы. Умеренных потребителей, их большинство, они включают и абстинентов, и группу тяжелых потребителей. И в соответствии с этим строилась политика, антиалкогольная политика, направленная вот на эту группу людей. К ним было разное отношение, вплоть до того, что злоупотребление алкоголем приравнивалось к криминальному поведению. Но успехи политики были невелики. До тех пор, пока не появился во Франции замечательный исследователь Сульвир Ледерман, который в 1956 году решил проверить это вот, это общее распространенное представление о составе потребителей. О четких этих двух фракциях, да? Якобы. Вот он обнаружил, к удивлению своему, и надо сказать, всего мира, что никакого разделения между тяжелыми потребителями и умеренными потребителями нет. Это плавный переход по количеству потребляемого алкоголя. Вот эта нижняя ось – это количество потребляемого алкоголя. Вот он описал это логнормальным распределением и показал, что среднее потребление зависит от потребления всей этой популяции. И если увеличивается, например, с 10 до 15 литров среднее потребление, это значит, что увеличивается количество тяжелых потребителей, уменьшается количество умеренных потребителей и уменьшается даже количество абстинентов. Иначе говоря, вот между всеми потребителями существует довольно жесткая связь, которую Сульвир Ледерман обозначил как социальная инфекция. После этого стало чаще употребляться выражение «социальная диффузия». Но тем не менее выяснилось, что все, буквально все, начиная от абстинентов до тяжелых потребителей, все люди, употребляющие алкоголь, как-то взаимосвязаны. Именно на основе такой социального взаимодействия. Ну, вот это был первый закон. Он вызвал очень горячие отповеди, надо сказать, никто Ледерману не поверил. Было проведено две конференции, которые так и назывались «Кривая Ледермана». Против Ледермана. Против, по сути дела, против Ледермана была первая, но вторая была очень умеренная. Тогда было такое положение в науке, когда в науку инфильтрировалась математика. Поэтому основное внимание всех критиков Ледермана было сосредоточено на том, логнормальное, нелогнормальное распределение, то есть не самому главному. Самое главное был посыл как-то забыт. Но потом появился целый ряд очень серьезных исследователей, которые подтвердили идеи Ледермана, развили их, несколько смягчили. Оказалось, что вот такая логнормальная форма распределения, она как бы промежуточная. Вот если популяция, например, в какой-то стране, где низкое потребление, то тогда это распределение будет экспоненциальным. Ну а если очень сильно тяжелое потребление, то распределение сдвигается близь к нормальному. В конце концов это все установилось, появились несколько новых законов, и сформировалась наука, которая вот обозначается как алкология. Естественно, что в дальнейшем научные исследования, по сути дела, здесь схема алкогольной ситуации в стране, в нашей в частности, по сути дела, то, о чем я говорил, касалось только одной части выпивки, потребления алкоголя, который является водоразделом между последствиями, которым всегда значительно больше интереса, и предпосылками потребления. К сожалению, этим занимаются меньше, но тем не менее, сейчас уже накопилось довольно много сведений и в этой области, которая определяется и общими несколькими показателями, как социально-политические условия, экономические условия страны. Ну, целый ряд индивидуальных, групповых факторов такого психологического свойства. Зависит это потребление и от алкогольной политики, от количества нелегального алкоголя, и очень значительное влияние на все эти процессы оказывают цены напитков, и в зависимости от соотношения всех этих факторов, потребление будет либо больше, либо меньше. Так сказать, сдвигается в ту или в другую сторону распределения потребителей алкоголя. Ну, естественно, замечательное это действие выпивка, она частенько имеет тяжелые последствия. Конечно, очень большой вопрос. Вот почему на протяжении тысячелетий поддерживается интерес человечества к алкоголю? Казалось бы, все уже знают, что много пить вредно. Куча вокруг, особенно в России, ходить далеко не надо за примерами тяжелых последствий употребления алкоголя. И тем не менее, этот процесс продолжается. Со всем, в общем, если мы возьмем в пределах тысячелетий, то постепенно этот процесс употребления алкоголем нарастает. Беда состоит в том, что алкоголь вообще в небольших дозах очень приятная... Обратная связь, я хотела сказать. Правильно, вот можно, правильно. Из мозга, прямо из мозга. Правильно, обратная связь, которая определяется именно тем, что в малых дозах алкоголь имеет много позитивных свойств. Он антидепрессант, он снижает напряжение, он позволяет мобилизоваться. Ну, и целый ряд других. Вот это, собственно, и поддерживает интерес к алкоголю. Вы помните в фильме «Осенний марафон»? Я говорю, люблю, когда работаю. Вот именно, даже и так. А некоторые даже связывают творческий потенциал свой и активность именно с тем, что поддерживает. По-моему, Достоевский сказал, что русские писатели писали, обмакивая перо в рюмку с водкой. Да, но беда состоит в том, что позитивные свойства алкоголя проявляются только приблизительно до уровня 2 литров на душу населения. В год. В год. Это показали финские исследователи. Но культурные императивы современного общества как-то стараются забыть вот про этот основополагающий фактор, поддерживающий в конечном итоге и злоупотребление алкоголя. Начинается все с позитивных свойств, которые очень быстро переходят в негативные, определяя вот целый ряд... Да, то есть грань тонкая получается. Очень тонкая грань. И причем она очень индивидуальна. Кому-то 2 литра в год, а кому-то и пол-литра в год оказываются уже опасными для дальнейшей жизни. Ну и в результате появляется целый ряд следствий злоупотребления алкоголем, социальные, криминальные. Я покажу потом, как это все завязано на алкоголе. Ну и естественно, чем тяжелее следствие, чем тяжелее выпивка, чем тяжелее следствие потребления алкоголя, тем это все более сильно действует, вызывая активность антиалкогольных факторов. Тут и социальные, и государственные, и этические, и так далее. Я к этому всегда таким официальным прибавляю, такой фактор в России, как жена. Которая является довольно сильным антиалкогольным фактором в нашей стране. Ну естественно, тяжесть последствий вызывает, активизирует антиалкогольные факторы. Ну и они давят вот на эти все предпосылки потребления через какие-то политические акции. Ну и вот мы как раз сегодня, я думаю, дойдем до того, что рассмотрим, как это вот у нас происходит в последнее время. Естественно, что один из основных показателей употребления алкоголя, это оценка потребления, общего уровня потребления алкоголя. Поскольку главный фактор, который определяет негативные последствия, это именно уровень потребления алкоголя. И вот делается это с помощью, часто делается с помощью опросов. И везде, это хорошо известно, везде люди, как правило, занижают этот показатель. Это такая своеобразная защита психологическая, поскольку все-таки... То есть это неосознанно даже. Это даже неосознанно. Это даже неосознанно. Беда состоит в том, что психология русских людей такова, что очень сильны такие защитные механизмы. Люди боятся выглядеть хуже, чем они есть. Это определяет вот то, что у нас, конечно, занижают это все гораздо больше, чем в других странах. Есть некоторые страны, где наоборот, мужчины завышают. Это Южная Америка, где вот процветает мачизм. Бравада. Бравада они тогда завышают. Но во всем остальном человечестве именно защита идет по способу занижения. И когда у нас открыли доступ для иностранных исследователей проводить свою работу на нашей территории, вот был сделан целый ряд таких исследований. Одно продолжается до сих пор. Мониторинг здоровья населения. Ну и вот тут много финнов принимали участие. Там очень большой интерес к нашим алкогольным проблемам. И вообще для западных исследователей в то время наша страна была как бы полигоном для изучения тяжелых последствий алкоголя. Потому как нигде так эти последствия не были тяжелы, как в нашей стране. Ну и только одно исследование. Все это было, конечно, заниженные показатели. Ну, скажем, вот для мужчин 10 литров. Для женщин, ну, по-моему, здесь литр-полтора. То есть в среднем приблизительно 6 литров. Это смешная цифра для нашего государства и популяции. Ну, были даже еще более низкие. И вот такой замечательный финн Симпура, он, проведя исследования в Москве, в Питере, и в Париже, и в Хельсинке, пришло заключение, что если верить этим данным, то русские женщины пьют меньше, чем любая другая женщина любых других стран. И советовал умножать результаты опросов на три. И только одно исследование, проведенное нашим исследователем, Георгием Георгиевичем Заиграевым, ему это удалось сделать, потому что это все шло под эгидой МВД. Он сам полковник МВД. И на деньги Дании, маленькой страны, которая смогла зарядить межстранное исследование по нелегальному алкоголю в сельской местности. Вот их такая интересовала тема. Они нашли деньги для пяти стран, в частности, вот для нашей страны. И исследование было проведено грамотно. В течение 40 дней, на протяжении 40 дней, из них в 30 дней, прикрепленные интерьеры к пяти семьям, исследовали каждый раз, сколько в этот день человек, или на следующий день, сколько он выпил накануне. И вот тогда получились цифры. А эти семьи никак не меняли свои привычки от присутствия интервьюера? К сожалению, нет. Даже это не помогало. То есть, на протяжении 30 дней это было трудно. Трудно. Один день может быть. Да, и вот посмотрите, что получилось. Какие различия. Мужчины 30 литров в год на душу населения мужского. И порядка 12-13 литров женщины. Это приблизительно то, что соответствует, к сожалению, действительности нашего государства и нашего населения. Ну, поэтому сейчас практически отказались от такого рода исследования. Их иногда включают в исследование общих каких-то вопросов, как побочный вопрос. Поэтому, значит, вот было предпринято целый ряд косвенных исследований, непрямых на основе опросов, косвенных исследователей. Вот целый ряд исследователей, которые занимались этой проблемой. Ну, скажем, вот, американец Тремл, неизвестно на каких основывался данных. Но, вот, Госкомстат. В 80-е годы наше правительство, еще советское, было обеспокоено положением дел с алкоголем. И тайно, тогда все данные были засекречены алкогольные, тайно поручили Госкомстату на основе сверхнормативных закупок сахара, которые, как вы знаете, для чего используются. Вот они сделали определение. Вот эта вот красная линия... Косвенно, очень косвенно, конечно. Вот я вам скажу, что косвенно-то косвенно, а тем не менее получилось совпадение, поскольку это все было засекречено. И открыли только вот в 88-м, 89-м году. К этому присоединился я, вот это Н, это мои исследования, не зная ничего ни о исследовании Тремл. Его книжка с этими данными хранилась в спецхранной библиотеке Ленина. И была недоступна для простых смертных. Ну, тут еще несколько человек присоединилось. И, как вы видите, вот эти косвенные определения сделали на основе совершенно разных предпосылок. Для Госкомстата работал сахар. Для меня смерть при отравлении алкоголем. Ну, были тут и другие предпосылки. Я тут еще и повторно сделал исследование с одним коллегой, черным цветом. И, как видите, вот на этом участке все это было сделано независимо. Сделано было не... Исследователи не знали о результатах других. Да, и тем не менее, вот получилось такое совпадение. И получилось, что накануне антиалкогольной кампании потребление составляло приблизительно 14 литров на душу населения. Это очень много. Естественно, что антиалкогольная кампания понизила потребление, но, заметьте, не очень сильно. Всего лишь до уровня 10 литров, 10-11 литров. А потом начался возвратный рост. Русские люди, мобильные достаточно, тут же началось... Самогоноварение было и здесь. Когда началась антиалкогольная кампания, и потребовалось выбросить все самогонные аппараты, то оказалось, что выбрана в свалке самогонных аппаратов, аппаратов было больше, чем домов в деревне. Поэтому приблизительно треть потребляемого алкоголя приходилась на самогон. Ну, вот потрясение антиалкогольной кампании вызвало, естественно, активизацию самогоноварения и начался возвратный рост, причем очень быстро. Это вот 87-й, наверное, 88-й, 89-й, и вот пошел уже рост. В 88-м и 89-м государство уже схватилось за голову, поскольку не было денег на выплаты зарплат. Начали постепенно возвращать алкоголь в открытую продажу. Ну, а потом тут случилась трагедия. Это 92-й год, рыночные реформы, свободный доступ до алкоголя. То есть, я помню, в магазинах, по-моему, кроме спирта абсолютно ничего не было в какой-то момент. Вот, все было опустошено, кроме алкогольной продукции. Ну, и, соответственно, вот здесь вот произошел такой подъем резкий. Это 94-й год. Мы об этом еще скажем, к этому году вернемся. Это год, когда был поставлен рекорд по смертности в мире в послевоенный период. Это совершенно трагическая ситуация, которая привела к вымиранию огромного количества тяжелых потребителей. Ну, целый ряд еще тут мер. Бедность в это время возникла ужасающе. И началось снижение потребления алкоголя. Дефолт, 98-й год, нормализация экономических отношений, новый рост потребления алкоголя к 2000-м годам. И сейчас мы в довольно хорошем состоянии. Идет, шло долгое время снижение потребления алкоголя. Ну, вот здесь вот даны еще и официальные данные продаж по данным Госкомстата. Вот они. Ну, видите, огромное количество, естественно, официальные данные никак не отражают реальное потребление алкоголя. Дай бог две трети, а то и меньше. Ну, дальше нам вот придется рассказать немного об антиалкогольной кампании. Потому что, с одной стороны, это была безобразная, конечно, политическая акция. Безобразная, совершенно неподготовленная, ни теоретически, ни практически, ни административно, ни политически, никак. Это одна сторона ее. А другая сторона составила в том, что это был редкий по жесткости, четкости проведения эксперимента по снижению потребления алкоголя в большой и сильно пьющей стране. И в результате антиалкогольная кампания, будучи таким экспериментом, выявила, что практически все виды смертности, кроме онкологии, которые имеют очень большую задержку, то, что называется лаги, Все остальные виды смертности, включая общий, вот этот пунктир, это общая смертность, и сердечно-сосудистая, и патология дыхательной системы, и желудочно-кишечная, самоубийство. Все это снизилось в результате антиалкогольной кампании и снижения потребления алкоголя. Но наиболее активно, эффективно откликнулось на снижение потребления алкоголя, это смерти при отравлении алкоголем. Вот почему я в дальнейшем буду говорить об этом показателе, как о показателе реального потребления алкоголя. Точно так же хорошо отражают и алкогольные психозы. Они идут, в общем, очень параллельно их динамикой, поэтому можно судить о реальном потреблении алкоголя, во всяком случае, о динамике. Ну, вот, это еще один пример того, как подействовала антиалкогольная кампания. Удалось собрать в восьми регионах данные судмедэкспертизы по количеству смертей, насильственных смертей с алкоголем в крови и трезвых. И вот, пожалуйста, трезвые никак не отреагировали на антиалкогольную кампанию. Это 94-й год, начало антиалкогольной кампании, это начало рыночных реформ. Ну, и вот трезвые никак не отреагировали, и только уже с началом рыночных реформ начали увеличиваться, но уже не за счет алкоголя, а просто в силу криминальных практически обстоятельств. А вот как вели себя, простите, покойники с алкоголем в крови. Удалось рассчитать потребление алкоголя для тех же самых восьми областей. Ну, и получилось тут полный параллелизм в движении двух этих кривых, потребления и смертей от насильственных смертей с алкоголем в крови. Ну, и таким образом, вот, антиалкогольная кампания показала жесткую, очень жесткую зависимость алкогольных проблем в нашей стране, зависимость от употребления или злоупотребления алкоголем. Вот еще один пример четкости этой зависимости. Это данные нашего демографа, замечательного демографа Евгения Михайловича Андреев, который располагал месячными данными смертности. И вот вам, пожалуйста, значит, вот начинается январь 95-го года, февраль, март, апрель, май. Это последний месяц перед началом антиалкогольной кампании. Резкое, существенное, значимое статистическое снижение за один месяц. Вот представьте себе, какова сила и вклад алкогольных проблем в нашу действительность. Та же самая история, но просто в более таком выразительном исполнении представлена вот на этом графике. Тут показаны разные виды класса смертей и их реакция на антиалкогольную кампанию. Как видите, вот всюду произошло снижение и общей смертности, и сердечно-сосудистой, все виды смертности. Ну и, соответственно, рост к 94-му году. Вот антиалкогольная кампания, вот при всей, так сказать, бездарности ее политической, тем не менее дала возможность рассчитать приблизительные потери в связи с алкоголем. Дело в том, что если мы возьмем общее количество смертей, в данном случае миллионы смертей, то видно, что в России они росли довольно равномерно в течение, вот начиная с 65-го года по 84-85 год. И если бы в 85-м году не произошла антиалкогольная кампания, то, по-видимому, движение это было бы вот таким же, как и раньше. То есть продолжалось бы вот по этой самой линии регрессии. Тем не менее, произошло снижение. И в результате мы можем по этой разнице между предполагаемым и реальным количеством смертей рассчитать, какое же количество людей сохранили жизнь во время антиалкогольной кампании. Оказалось, что 1 миллион и 200 тысяч могли, но не умерли во время антиалкогольной кампании. Беда состоит в том, что к этому времени многие из них накопили некий потенциал, некий риск умереть алкогольной смертностью. И в тот момент, когда в 92-м году начались рыночные реформы, свободный доступ, то эти люди реализовали свой риск умереть алкогольной смертностью. Надо сказать, что к этому времени накопилась и новая когорта, потому что потребление в это время было довольно высоким, на уровне 10-12 литров. Значит, в это время сформировалась новая группа алкоголиков, сформировали они у себя риск умереть алкогольной смертностью. И вот в результате сложения этих двух когорт населения произошло вот это... Рвануло, да. Да, вот именно рвануло к 94-му году. Если бы у нас удалось сохранить вот это снижение и дальше, то по отношению вот к этому уровню дополнительно в это время, с 92-го, по-видимому, по 2 тысячи, по 98-й, нет, это 4-й, 5-й, 6-й, да, 8-й год, умерло дополнительно полтора миллиона человек в связи с алкоголем. Ну, как я уже говорил, дефолкт остановил этот процесс снижения потребления. Тут еще включилась ужасающая бедность, когда снизилась резко покупательная способность населения, которая потеряла возможность покупать даже нелегальный дешевый алкоголь. Ну, ко всему прочему, конечно, правительство было озабочено этим, включила силовые структуры. Ну, и вот в результате мы здесь имеем снижение потребления алкоголя, снижение смертности, ну, и затем, значит, возвратный рост на фоне роста нашей экономики. Как мы знаем, в 2000-м году начался рост цен на нефть. Начались годы, так называемых, тучных коров. Да, и, соответственно, значит, вот тучные коровы принесли нам дополнительную смертность. До 2000-го года тут пришел наш президент, который столкнулся, новый, нынешний, который столкнулся, еще будучи премьер-министром, с тяжелым состоянием, финансовым состоянием нашей страны. В результате всех этих экспериментов произошло значительные дыры в бюджете. Ну, и была поставлена задача как-то вот пополнить этот бюджет, в частности, за счет алкогольного рынка. Если вы помните, а не помните, я вам скажу, что в 2000-м году, 1 января, наш президент стал президентом, а в день инаугурации он подписал указ о создании Роспиртпрома. Это такая была зловещая организация, которая попыталась подавить нелегальное производство. Задача именно для этой организации составила в том, чтобы вытеснить нелегальное производство и перевести потребителей вместе с их денежками в легальный алкогольный рынок. И таким образом, чтобы пополнялся бюджет за счет дополнительных акцизов. Но акцизы только в 2005-м, на моей памяти, стали вводить, по-моему. Или тогда новое что-то было? Верно, но здесь дело просто в том, что главное было сначала подавить нелегальный алкоголь. Это началось в 2000-м году, значит, 8-9, вот, значит, это вот 2000-й год. Ну, некоторое время, пока это все организовывалось, пока, наконец, начались эти все зверства проявлять себя, 2003-го, 2004-го, 2005-го года началось вот снижение потребления и, соответственно, смирности. В цифрах весь этот процесс, начиная с 1965-го года, выглядит вот таким образом. Тут уж я должен, конечно, сослаться на свои данные. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Тем более, что, как я уже показал, эти данные вот на этом участке довольно хорошо воспроизводятся в исследовании других исследователей. Ну, и приблизительно к этим цифрам, конечно, надо относиться с некоторой осторожностью, потому что это все-таки оценки, а не реальное потребление. Ну, тем не менее, вот, послевоенные годы, где-то вот с 1956-го года установился приблизительно уровень на уровне 11-12 литров. А в 1965-м году начался рост. Отчасти это связано с тем, что, опять-таки, требовалось какие-то деньги для восстановления хозяйства. С одной стороны, вообще, проблема бюджета на протяжении всей советской власти была всегда очень остра. И при царизме она тоже была острая, будем откровенны. Так вот, в 1965-м, в 1966-м году начался рост потребления, и к 1980-му году этот рост достиг почти 15 литров на душу населения. В 1976-м году была организована, организованы две службы. Во-первых, наркологическая, во-вторых, служба реанимации. И, по-видимому, поэтому после 1980-го года произошло снижение потребления алкоголя, там и смертность снизилась. Да, то есть вот сказалось какое-то благотворное влияние этих двух служб, и вообще в это время появилось некое напряжение и правительство в отношении алкогольных проблем. И, казалось бы, вот тут бы и надо было усилить вот эти тенденции. Вместо этого вот новое руководство страны в 1985-м году приняло решение об антиалкогольной кампании, и начались эти американские горки с потреблением. Это уникальное явление. Нигде ни в мире не было такого, чтобы вот так быстро менялось потребление вверх-вниз. Значит, снижение к 1985-му до 10 литров, что все равно очень высокое потребление. Затем возвратный рост. В 1992-м году, по сути дела, вышли на исходный уровень, но рост потребления продолжался до 18 литров в 1994-м году. Снижение к дефолту 13, новый рост в 2003-й год 16 литров на душу населения, и вот нынешнее снижение, как видите, все время оно замедляется. Я об этом еще, наверное, скажу обязательно, поскольку здесь доведены расчеты только до... У вас в конце 2016 года есть данные, я видела. Да, я об этом тоже буду говорить, просто вот эти расчеты не занесены. Я думаю, не хвалясь, что эти расчеты имеют таки смысл. В частности, потому что, вот посмотрите, как они соотносятся с продолжительностью жизни, которую не я рассчитывал, это данные официальной статистики. И это, надо сказать, рассчитывается довольно точно, потому что смертность, она не то же самое, что продолжительность жизни, но это близкие показатели, они рассчитываются взаимно, и, как говорится, труп не спрячешь. Поэтому общее количество смертей у нас довольно точно фиксируется. У нас есть ошибки в раскладе смертности по разным классам, а вот общее количество довольно хорошо отражает реальное положение дел. равно, как и продолжительность жизни. Ну и видите, как они находятся в противофазе. 1965 год, рост потребления алкоголя, снижение продолжительности жизни. Антиалкогольная кампания, снижение потребления, рост продолжительности жизни. И дальше вот началось некоторое расхождение вот здесь. Но это, в общем, все-таки не делает погоды. К сожалению, очень жесткая зависимость продолжительности жизни российских людей от потребления алкоголя. Отсюда важность этой самой проблемы. Я вот уже говорил о том, что есть еще одно доказательство. Значит, мои расчеты были сделаны на основе смертей при отравлении алкоголем. Но вот вам соотношение смертей при отравлении алкоголем и алкогольных психозов. Коричневая линия. Значит, для того, чтобы разное повеличение данной свести вместе, 1984 год принят за 100%. Ну и видите, полная синхронизация как смертей при отравлении алкоголем, так и алкогольных психозов. Ну тут до 2004 года практически это продолжается. Важность этих показателей определяется тем, что они идут в государственную статистику по разным совершенно каналам. Смерти при отравлении алкоголем идут через ГЗАГС, местные управления статистики, ну и в конечном итоге Госстат. В то время как алкогольные психозы идут по другому каналу. Это отчеты больниц, сборы данных в местных министерствах здравоохранения и в конечном итоге наше российское министерство здравоохранения. Каналы разные, а тем не менее очень большое сходство, как еще одно доказательство, что смысл в расчетах имеет смысл. Имеет смысл. Ну а теперь мы остановимся на том, как же все-таки люди пьют. Но не с помощью вот картинок ужасающих, а с помощью каких-то вот данных по статистических данных. Здесь показано, как умирали при отравлении алкоголем мужчины и женщины. По сути дела, это будет рассказ о том, как пьют мужчины и женщины в нашей стране. Значит, вот смерти при отравлении алкоголем женщин, их, естественно, много меньше. А вот мужчины. Ну и вы видите, что полный синхронизм. Полный совершенно синхронизм. Но, несмотря на, вернее, это, конечно, процесс называется не синхронный, а конгруентный, есть такое слово. Поскольку соотношение между теми и другими в разное время было разным. Вот это самое соотношение. Значит, на приблизительно 6-7 мужчин в 50-е годы умирало 6-7 мужчин, умирала одна женщина. Ну, женщины начали брать, так сказать, реванш, увеличивать свое потребление и, соответственно, чаще умирать от отравления алкоголем. В результате вот это к началу антиалкогольной кампании приблизилось уже к 1-4. То есть одна уже женщина стала умирать на 4-ых мужчин. Ну, то есть в 2 раза чаще. Почти что в 2 раза повысилось потребление женщин. Во время антиалкогольной кампании женщины взяли реванш. Это очень интересное явление. Видите, с 4 до 4 с полтиной. Повысилось их соотношение. Как им удалось? А вот как удалось. Я думаю, что это связано с тем, что мужчины более зависимы от уровня, от доступности алкоголя. И поэтому они отреагировали более активно снижением. А женщин угощали. Говоря до того. Ну, если попросту, то так. В результате вот они, значит, во время антиалкогольной кампании слегка подправили свои показатели. Да, вот знаете, действительно, вроде как смешная история. Ведь на самом деле это все трагедия, елки-палки. Не, но вот вы рассказываете по годам, а я-то вижу живых людей, на самом деле, которых я знала. Вот в таком-то году какая-то семья знакомых развелась в 64-м, потому что вот началось с невообразимой, чего не было в 63-м, скажем. Вот та самая история. Ну, кончилась кампания, доступность увеличилась, мужчины, так сказать, взяли снова за питье в больших размерах и опять вернулись вот к отношению 1 к 4-м. И сейчас это приблизительно вот такое отношение, 1 к 4-м. То есть, скорее всего, это не очень точная цифра, но, скорее всего, женщины пьют в нашей стране всего в 4 раза меньше, чем мужчины. И это, конечно, ужасно, потому что и генетический урон в связи с этим происходит значительный, и качество человеческого потенциала. То есть, 4 раза – это немного, это мало. Да, это да. Ну, значит, мы пройдемся с вами по тому, как пьют разные, соответственно, гендерно разные мужчины и женщины теперь, как все зависит от образования. Вот оказалось, что малообразованные пьют значительно больше. Тут разделены, это данные, проведенные большого замечательного исследования, которое было опубликовано в Ланцете. Проведено оно в Ижевске. Все его знают, слава богу. Ну, и вот показано, что больше всех пьют люди с низким образованием, и меньше всех люди с высшим образованием. Ну, и довольно хорошая зависимость – низкое образование, среднее и высокое, и так везде. Ну, отсюда вывод – повышать надо образование, если это возможно. Ну, это, кстати, общая тенденция, и это касается других показателей здоровья. Конечно. И сердечный, я видела, похоже, как сердечно-сосудистый. Совершенно верно. Вся беда в том, Марина, что сердечная патология зависит тоже от алкоголя. Ну, согласна. О чем я уже вам докладывал. Так, а это зависимость от достатка, от доходов людей. Значит, это исследование, вот мы его с доктором Андриенко, который, к сожалению, уехал далеко. А то мы продолжали эту работу. Вот наша популяция, наши когорты людей выстроены в зависимости от доходов. Соответственно, здесь наименьшие доходы, бедные люди, здесь состоятельные люди. Естественно, самые богатые в это исследование не попали. Как и вообще, в очень многие исследования самые богатые не попадают. Они недоступны для опросов. Ну, вот, тем не менее, тут хорошо видно, что более всего, тяжелее всего, пьют именно бедные люди. Это, надо сказать, не наша особенность. Это общее явление, которое обозначается то ли У-образной, то ли джетообразной зависимостью. Ну, вот видите, здесь такое вот некое, можно представить, что У-образная зависимость. Значит, больше всех пьют бедные. Но самое главное, что вот этим фиолетовым цветом обозначен самогон. Употребляют именно эти когорты населения вот этого нелегального алкоголя. Это понятно, потому что это дешевый продукт. Ну, в остальном приблизительно все одинаково. Но, тем не менее, главный-то продукт и главная беда наша, это, конечно, крепкий алкоголь. Мы еще поговорим об этом. Ну, вот здесь видно, что значительная доля потребления приходится на крепкий алкоголь. Когда вот покойному Борису Немцову, моему моднофамильцу, не более того, приходилось вот где-то выступать по алкогольным проблемам, он иногда мне, значит, вот мы связывались по телефону, и когда я ему рассказал про эту кривую, он, значит, так, а, так это же средний класс, который пьет меньше всех. Его это очень обрадовало, что есть доказательства преимущества среднего класса как над бедными, так и над состоятельными людьми. Действительно так. Ну, надо сказать, что здесь и наиболее, больше всего образованных людей. Тут не только доходы играют, а целый ряд других показателей. Значит, это доходы. А вот как все выглядит в отношении потребляемых напитков. Это очень, мне кажется, важный вопрос. Таких исследований много. Это исследование Денисевой из Российской экономической школы. Такие исследования есть и в других. И в Вышке такое исследование проведено замечательно, и в Институте Гайдара. И сейчас, слава Богу, начали производить в нашей стране очень качественные исследования. Вполне на уровне международных стандартов. И это вот одно из этих исследований. Я его выбрал просто потому, что здесь наиболее наглядно показано, что по мере омоложения нашего населения потребляется все больше и больше пива. К сожалению, пожилые люди и старые продолжают держаться прежних традиций потребления, где доминирует потребление водки. Но это смещение надо считать благом. Вообще, я стою за то, чтобы надо переводить население на слабые алкогольные напитки. Это не мое, не только, вернее, мое убеждение. Дело в том, что в начале 80-х годов ВОЗ провело большое исследование в восьми странах, начиная от Польши до половины штатов Соединенных Штатов Америки. И они сделали очень много там находок интересных. В частности, было четкое заключение о том, что тяжесть последствий от злоупотребления алкоголем меньше в тех странах, где доминируют слабые алкогольные напитки. Вино и пиво. К сожалению, вино в нашей стране никогда не будет ни широко распространенным, ни дешевым напитком из-за климатических. Поэтому можно делать ставку только на пиво и надежду на то, что вот эти люди понесут и дальше вот этот интерес к пиву. Иначе говоря, здесь ситуация складывается так, что из двух зол выбирается меньше. Ну, поскольку вообще говоря... То есть, пивной алкоголизм и переход на более крепкое – это отчасти миф, да? То есть, не отчасти, а не подтверждается. Пивной алкоголизм не то чтобы миф, а миф в том отношении, что благодаря, или, так сказать, не благодаря доктору Анищенко и его антипивной компании... Вот-вот-вот, я как раз вспомнила о нем. Да, да-да, это абсолютно ложное было представление. Знаете, даже удивляешься, как человек, всю жизнь проживший в России, мог сказать такую фразу. Сейчас я вспомню. Значит, не туберкулез, не спит, погубит Россию, а пивной алкоголизм молодого поколения. Да, да-да-да. Да, это абсолютно было, конечно, ангажированное заявление, ангажированная политика. И, конечно, она нанесла довольно большое зло в свое время, опорочив вот пиво... Ну, потому что это пошло в народ, как бы. Пошло в народ. Это такая крылатая фраза. Вы знаете, я собирал тогда всякие домыслы в средствах массовой информации. Это было удивительно, как оболгали бедное пиво. Вплоть до того, что какая-то журналистка писала, что от пива на ладони начинают расти волосы. Ну, и вот такой ерунды было сказано много. Все-таки, как там никак, смертей от отравления пивом в нашей стране не бывало и нигде не бывает. Есть смертность, но в связи с пивом. Ну, во-первых, это редчайшее явление. А во-вторых, и самое главное, оно связано не с алкоголем пива, а с водой пива. Те, кто употребляет 5, 8, 10 литров алкоголя пива в день... Ну, это просто очень много воды. Очень много воды. Это нагрузка на сердце, это нагрузка на почки. Соответственно, значит, вот и отсюда идет патология. Но это все-таки редкое явление, чтобы выпивали столько пива. Поэтому я за пиво, против крепкого алкоголя. Вот один из тех фактов, который подтверждает эту точку зрения. Тем более, что она освещена заключением ВОЗ. В 1982 году был призыв к правительствам переориентировать население своих стран с крепких на слабые алкогольные напитки, исходя из этой самой сентенции о меньшем зле. А теперь, как распределяется в течение, ну, скажем, года, месяцев и так далее. Вот когда я обратился... Когда началась антиалкогольная кампания, не сразу, но где-то в октябре, в ноябре, я догадался, что это вот не только безобразная политическая акция, но и эксперимент. И пытался, значит, начать собирать материал с тем, чтобы вот ответить на вопрос, что именно, какие именно процессы связаны с алкоголем в нашей стране. К сожалению, тогда все было жестко засекречено. Вся алкогольная... Буквально вся алкогольная статистика была засекречена. Но, знаете, ни в одном тоталитарном государстве не бывает все тотально. Нашлась скорая помощь в Москве. А Москва город большой, пьют хорошо. И, соответственно, много... То есть, данным можно доверять, репрезентативно. Да. Тем более, что учитывалось это очень жестко, поскольку от этого зависела зарплата работников скорой помощи. Поэтому учитывалось все очень жестко. И вот я столкнулся с таким явлением. Значит, здесь почти невидимая красная линия – это первое января каждого года. Здесь распределение, ежедневное распределение количества алкогольных психозов. Ну и видно, что в связи с красной каждой линией есть очень большой пик. И так это повторяется. Это более свежие данные, но также это было и в 80-е годы. То есть, очень русский народ любит праздновать Новый год. А тем более, несколько лет назад ему дали праздновать это долго. Долго, да. Вот так это выглядят алкогольные психозы по данным скорой помощи. Если это перейти к, опять же, общей смертности и отравлению алкоголем, тут уже не ежедневные, а месячные данные. Значит, вот это январь, февраль, март, апрель, май. Летом наш народ от выпивки отдыхает. Вот, пожалуйста, вам. И вот что получается, что наибольшее количество смертей, как общей смертности, так и от приотравления алкоголем, происходит в январе. Максимум смертей в январе. Ну, естественно, что пики приходятся на март, где сходятся два праздника, февральский и мартовский, и май. Ну, от старых времен идущий весенний праздник. Как ни отметить. В результате мы расплачиваемся за праздники повышением смертности. Причем существенно, я покажу это. Но максимум приходится на январь в месяц. Самое интересное состоит в том, что точно так же выглядят и сердечно-сосудистые смерти. К вопросу о вкладе алкоголя во все классы смертей. Во все классы смертей. В частности, самый большой класс смертей – это сердечно-сосудистые. В январе максимум смертей при сердечно-сосудистых заболеваниях. То же самое подтверждает скорая помощь и так далее. Вот так, значит, пьют наши люди в течение года. С отдыхом в летние месяцы. Ну, всегда бывают возражения, что тут вот дача. Дача, да, шашлыки. И вы знаете. Но, тем не менее, вот статистика показывает, что то ли хорошо заедают шашлыками, – Все-таки меньше. – Да, все-таки получается меньше. Народ отдыхает от выпивки. Ну, а в декабре, значит, снова подъем в ожидании пика в январе. И вот вам результат. Это усредненные данные уже таким образом, что вот это вот среднее. Значит, это большое количество данных за 11 лет. Усредненные данные по смертям при отравлении алкоголем. Значит, вот это вот январь. В среднем, значит, вот умирает 1600, почти 1700 человек. А это средний месяц с февраля по декабрь. Умирает 1100. Это на сколько? Это общее количество. Общее количество. Общее количество смертей. Умирает, значит, вот на 500 человек меньше только при отравлении алкоголем. По сравнению с остальными 11 месяцами. То же самое, но еще более впечатляющее, это общее число смертей. Рассчитанность точно так же для 2014 и 2015 годов. Соответственно, январь. А это средний месяц с февраля по декабрь. В результате празднества нам стоит 15, 14, 15 тысяч человек. Это смерти. 15 тысяч смертей. Это расплата за праздники в январе. Ну, конечно, с этим что-то надо делать, потому что это безобразие. То ли вводить промежуток, распределив этот отъем по каким-то другим праздникам, то ли повышать в декабре стоимость. Цены. Цены тоже можно. Знаете, 15 тысяч одного человека жалко, а тут 15 человек. 15 тысяч. Ну, обычно вспоминают, что это, по-видимому, не лучшие люди. Но это не имеет значения. Когда идет речь о жизни и смерти, то это не имеет никакого значения. Никакого значения, поэтому, конечно, требуется... В январе данные неофициальные, я не знаю, может быть, есть и официальные, неофициальные от знакомых психологов Московской службы психологической помощи населения. После январских праздников у них резко возрастает прием населения. Это бесплатная служба, она оказывает услуги всем населчам. Резко. Резко возрастает. То есть, они весь год могут отдыхать, а в январе у них... Резко возрастает прием всяких больных в больнице. Сердечно-сосудистых и прочих. Все происходит... В результате это происходит осложнение от пьянства, которое в нашей стране бывает в январе. Надо сказать, что январский пик характерен не только для Москвы. Я обследовал сейчас уже шесть или семь городов, в данном случае сравнение Москвы с Екатеринбургом. Вот алкогольные психозы. В синем. В Екатеринбурге психозы сплошной линии. Москва. Психозы в Екатеринбурге. И отравления в Москве и в Екатеринбурге. Ну, не нужно обращать внимание на эту часть, это очень интересная, но другая часть. Она имеет отношение к алкогольным психозам. Почему летом возрастают, тем не менее, психозы. Но вот вам, пожалуйста, как в Москве, так и в Екатеринбурге максимум смертей, отравлений и психозов приходится на январь месяц. Ну, а в январе по психозам, по данным скорой помощи, можно вот сказать, как это все происходит. Вот здесь, значит, данные собраны по психозам в Москве. Опять же, средняя за очень большой промежуток времени. Распределенные по недельно. Соответственно, здесь 52 недели. Это весь год. Ну, и вот как выглядят эти самые психозы в январе. В первая неделя января, вторая неделя января, третья. И только четвертая неделя января приходит, ну, к некоторой вот... А вот этот вот пик, это май, наверное, да, вот этот вот печок? Это вот 28-я неделя. Надо теперь 28 разделить на 4 быстро. Ну, так это 7. Нет, это получается... На июль. Да, вы знаете, это другая, опять-таки, проблема. Рост психоза в летнее время. Это особая статья, и связанная, по-видимому, с погодными условиями. Но это пока гипотеза. Важно вот отметить, что максимум приходится на первые три недели января. Ну, соответственно, приблизительно так же распределяются и смерти при отравлении алкоголем. Единственное, что таких данных понедельных нету для этого показателя. К сожалению, январский пик постепенно нарастает. Вот 80-е годы, 83-й, 84-й, 85-й. А у нас тогда не было таких продолжительных праздников, насколько я помню. Правильно. Несколько дней. Вот это было только здесь введено. Вот это, значит, превышение января над декабрём и февралём, двух смежных месяцев, 5%. 90-е годы, 15, сейчас 29. То есть, это явление нарастает, несмотря на то, что здесь вот уже началось снижение потребления. Конечно, вот эта беда, январская смертность, определяется, конечно, крепкими алкогольными напитками. Это, к сожалению, данные только по Москве, потому что другие города не ведут учёт продажи алкогольных. Это продажи. Не ведут учёт продаж алкогольных напитков по месяцам. А в Москве это данные есть. И вот я их получил, и получилось так, что вот пиво, которое вырастает, здесь данные по расчётам на алкоголь. Чистый алкоголь, собственно, который и является бедой главной. Так вот, чистый алкоголь, пиво, несмотря на его возрастание в летние месяцы, не компенсирует снижение потребления или продаж в летние месяцы. Ну, а в декабре, это, кстати, рост относится главным образом к самым последним месяцам декабря. Вот это резко... Днем, в смысле? Да, люди запасаются с тем, чтобы во время, уж когда выпивка начнётся, и она будет законной, уже не отрываться. Да, да, да. Не отрываться, не бегать в магазин. Вот люди запасаются, и в результате вот мы имеем такой пик в январе. Я этому посвятил очень много времени в нашем сообщении, в нашем разговоре, потому что, вы знаете, во-первых, это недавно для меня открылось. То обязательно надо повторить эту программу в декабре где-нибудь, поближе к праздникам, непременно. Ну, пожалуйста, я готов. Во-первых, это для меня как-то вот как весь ужас этих проблем возник в последнее время, потому что вот я сделал расчёты, сколько же, наконец, гибнет людей. С одной стороны, ну и с другой стороны, понимаете, в алкогольной проблематике есть вещи, которые очень трудно исправить, которые связаны с культуральными особенностями, с традициями, которые связаны с культурой, чтобы быстро не изменить. Я уже говорил об этом, о том, как с образованием связано употребление алкоголя. Эти вещи очень трудно изменить. В отличие вот от таких вещей, как количество праздничных дней в январе, но для этого, конечно, нужно, как это теперь говорят, политическая воля. Всё это безобразие происходит, несмотря на то, что продажи водки таки снижаются. Пиво выросло, но водочники, почувствовав здесь снижение своих доходов, начали, так сказать, кампании против пива. Вот, и в результате рост пива затормозился, к сожалению, к сожалению, потому что я ждал, что когда-нибудь будет вот здесь крест. Но этого не произошло, благодаря активности, по-видимому, водочных кролей. И вот, тем не менее, всё равно потребление... А вино к нам отношения не имеет, оно такое маргинальное у нас всё-таки. Да, именно вот из-за этих наших климатических условий, соответственно... Ну да, у нас и только в Краснодаре выращивается виноград такой, в Краснодарском крае. Ну, Крым ещё у нас теперь есть. Ну да, но эти вины не могут конкурировать, как я понимаю. Ну, понимаете, было бы много... С традиционными... Было бы много вина, я бы выступал и за вино. К сожалению, просто это реально невозможное... Потому что у нас всё-таки импорт винный, в магазинах стоит импорт. Это в Москве. Да? Это в Москве. И связано это отчасти вот и с тем, что у нас очень дёшево алкогольные напитки. Это началось ещё в 90-е годы с рыночными реформами. Вот я просто, так сказать, настаиваю, что был идиотизм, буквально идиотизм этих рыночных реформ в отношении алкоголя. Наши руководители забыли, что алкоголь – это не обычный продукт, что это особый продукт, что он не подлежит вот такому, знаете, закону «деньги товара». Это совершенно особенный товар, который требует и особого отношения. Вот это отношение не было проявлено. В результате произошло большое расхождение между ценами на алкоголь и ценами на продукты питания в сравнимых каких-то эквивалентах. И это продолжается до сих пор в результате того, что у нас сравнительно низкие акцизы на пиво приблизительно такие, как во всех странах, исключая вот эти три, то акцизы на крепкий алкоголь, естественно, очень низкие. И есть, конечно, диспропорция между акцизами на крепкие и слабые алкогольные напитки. И вот так выглядит именно это вот потребление. Это крепкий алкоголь в нашей стране по данным Росстата, официальные данные. Это по моим расчетам. На самом деле, вот с учетом нелегального алкоголя, у нас 75% потребления крепкого алкоголя. Ну и видно, что это резко отличается от вот этих западных стран. Чехия, Финляндия, Германия, Польша, Великобритания. Где доминирует пиво, как вот то самое меньшее зло по сравнению с другими напитками. Отсюда и цены на грамм алкоголя, а люди пьют все-таки из-за алкоголя, который дает опьянение. И те иногда положительные эффекты. Так вот, разница очень большая на крепкий алкоголь и пиво, и вина. Соответственно, значит, что еще мешает вину, это относительно высокие акцизы по отношению к грамму алкоголя, который содержится. Который можно из него извлечь. Который можно из него извлечь для пользы. То, что американцы называют дринк, да, вот у них единица измерения. Не только американцы, а во всем мире. Он, правда, неоднозначен, но все-таки близко. В результате, вот у нас мой коллега, который живет в Архангельске, доктор Шилыгин, недавно предпринял расчет вклада алкоголя в общую смертность. В данном случае смертность мужчин. Ну и здесь показаны проценты. Вот, соответственно, в 80-е годы 40% смертей в нашей стране были в той или иной степени обязаны алкоголем. Антиалкогольная компания это снизила до 30%. А вот 94-й год, когда смерти, связанные с алкоголем, превысили смерти, не связанные с алкоголем. 51% было смертей, так или иначе, зависимых от алкоголя. Ну, дальше получилась эта вот самая кривая, снижение в последнее время. Все равно остается довольно большая доля смертей зависимых алкоголя в самые последние годы. Значит, 35%. Это очень много. А вот очень важный график. Дело все в том, что по потреблению мы уже давно не лидеры. Особенно в последние годы. Но мы все время находимся вот среди 5-6 лидеров. В разные годы эта величина, это место меняется и у нас, и у других стран. Но, в общем, в Европе это самый тяжелый по потреблению алкоголя континент. Именно Европа. И поэтому мы вот в этой самой пятерке. В данном случае это какой-то год, я уже сказал, 11-й год, мы были на третьем месте. Мы были первенцами по нелегальному алкоголю. Вот этим красным обозначена доля нелегального алкоголя. Мы соревновались с Латвией тогда, но все-таки превышало и этот показатель у нас. А вот что очень сильно превышает, это тяжесть последствий. Уровень потребления у нас довольно, то есть не выходит за пределы группы лидеров, а по тяжести... Вот именно о тяжести. Именно о тяжести. Это свидетельство того, что алкогольная смертность зависит не только от алкоголя, но и от условий жизни. Качество жизни, качество медицинской службы, питание. Чем закусывать условно. Да, плохо закусывают. Много пьют и плохо закусывают. Хорошее дополнение. Да, и вот приблизительно о том же вот такой вот график. Здесь опять-таки целый ряд европейских стран, США и Канада тут же, и показаны вот этими красными кубиками уровень потребления алкоголя. Ну, на данном графике мы по потреблению какой-то год были, может быть, а может быть, просто среди вот этих стран. Были среди этих стран лидерами. У нас, естественно, была очень низкая продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность жизни. На уровне приблизительно 65 лет. Этот график главным образом интерес представляют вот эти страны. Вы посмотрите, как розница потребления в этих разных странах. А продолжительность жизни остается приблизительно на одном и том же уровне. Для мужчин это около 80 лет. То есть, это еще раз свидетельствует о том, что мало изменить уровень потребления алкоголя. Нужно изменить состав напитков. Нужно изменить закусь. Уровень жизни в целом. И уровень жизни в целом. Вот тогда, может быть, мы исправимся с этой проблемой. Ну и последнее. Это наше последнее снижение потребления и смертности. Красным смертность, потребление синим. Вот в последней истории у нас было три снижения. Во время антиалкогольной кампании. После... Рыночных. В результате рыночных реформ. Но оба эти снижения продолжались четыре года. А потом начинался возвратный рост. И вот только сейчас происходит... Это дело затянулось, слава Богу. На десять лет. Уже больше. Здесь, по-моему, до 1912 года затянулось. Я сейчас покажу, что последние годы происходят. То есть, здесь какой-то начался другой процесс. Мотивы, причины которого отличаются от причин, которые были здесь. Это новый какой-то... Вообще, надо сказать, что причины всюду разные. Здесь антиалкогольные кампании, политическое давление. Здесь бедность, вымирание и так далее. Вот сейчас это, конечно, давление, политическое давление на алкогольный рынок. Так ли, иначе, эти злостные меры совершенно недопустимы в цивилизованном государстве. Но, тем не менее, произошло снижение потребления алкоголя, снижение смертности не только мужчин. Здесь мужчина, но и у женщин та же самая картина происходит. В результате, это произошло в результате того, что, наконец, правительство наше обратило внимание на алкогольный рынок. Никогда не было такого количества законодательных, подзаконных постановлений. То есть, практически каждый год. Каждый год. Закончилось это в конце прошлого года. Давайте прочитаем. Подчинение, да? Я вам даже могу сказать наизусть. Да, давайте. Произошло очень важное событие. Вот эта самая организация, Росалкогольрегулирование, зловещая РАР, как его называют регулятором, было подчинено Министерству финансов. В конечном итоге, я считаю, что в последние годы у нас происходила вторая антиалкогольная кампания. И главным мотивом было пополнение бюджета за счет алкогольного рынка, за счет вытеснения нелегального рынка и перекачку потребителей на рынок легальный. Это было основным мотивом. И это как раз в конечном итоге и обнаружилось вот этим самым подчинением. Ну, а что происходит в самые последние годы? Это то, что вот этот процесс, благотворный процесс снижения потребления, в данном случае алкогольной смертности, к сожалению, затормозилось. Этот процесс затормозился и вышел практически на плацу. Здесь все доведено до декабря 2016 года. И сейчас, конечно, большой вопрос, как это все будет дальше развиваться. Зависеть это будет от нескольких причин. От нарастания бедности, с одной стороны, от давления государства на алкогольный рынок. И как это будет соотноситься, определит дальнейшее движение нашей алкогольной жизни в стране. На этом мы, пожалуй, закончим. Вы говорили о ситуации в России. И в постскриптуме я хотела все-таки уделить внимание другим странам. Вы затронули в своем рассказе, ну, так получилось, Австралию. И свежая есть какая-то недавняя статистика, она так прошла даже по СМИ, о моей любимой Литве. Я очень люблю эту страну, но там очень много пьют. И как-то вот это наш сосед довольно близкий. Не безразумно, могли бы вы прокомментировать? Вот там ситуацию и в Австралии. Дело не в Австралии. Дело в цивилизованных странах. Австралия одна из них. Значит, наибольший уровень потребления приходится как раз на Европу. Где самое высокое потребление, особенно вот в странах Западной Европы. Ну, и вот происходит время от времени перемена лидеров, как я уже говорил. Вот сейчас вышло в это лидерство Литва по данным ВОЗ. Вполне доверять данным ВОЗ нельзя. То есть, надо, конечно, доверять, но иметь в виду, что требуется некоторая всегда поправка. Это не абсолютные данные. То есть, речь идет все-таки о потреблении, не о последствии, не о тяжести последствий. Мы говорим о потреблении. Да, именно по потреблению. Вот в последние годы, в последний год, в прошлый год, Литва вышла на первое место. Но отрыв от остальных ближайших стран невелик. Это вот 5-6 стран, которые постоянно находятся вот на уровне приблизительно 14-15 литров. И вот эти мелкие смещения, они не имеют решающего значения. К сожалению, вот сложилась именно ситуация таким образом, что цивилизация таки оказалась способствует злоупотреблению алкоголем. Спасибо большое.